Ну вот мы и добрались до повторения этой главы. Поздравляю! Откарту, повтори. Септени дэудэсмит. Сангруппе прятис анбелстоши нодалюно салкумем. Сгруппируй товары в зависимости, в соответствии с названиями отделов. Для чего это важно, казалось бы, названия отделов, товары? Если вы задаете на А2 или на гражданство, или, может быть, какой-то другой экзамен, то понимание того, что, например, ледускопис, холодильник или тостерс, связанные с бытовой техникой, то есть являются бытовой техникой, очень важно. Например, у вас может быть такое задание. С одной стороны будет написано, фирма перевозит, и, допустим, целый список всевозможных вещей, товаров и так далее, что они перевозят. А рядом будет сказано, фирма перевозит бытовую технику. И вам нужно будет разобраться, являются ли все товары, которые в предыдущем списке, бытовой техникой или все-таки нет. Поэтому давайте поработаем над этим. Значит так, садзе и вестехника. Вот она, бытовая техника. Обдербу вейклс – магазин одежды. Партик из вейклс – продуктовый. Мебелю вейклс – мебельный. Чудесно. Сейчас я для вас почитаю слова, поперевожу, и я думаю, вы сами раскидаете это правильно по столбцам, правда? Что мы делаем? Я говорю слово. Если там нету никаких сложностей, ну, из серии это не шестое склонение, это ничего хитрого, просто, например, слово пенс – самое первое, первое склонение, молоко, ничего сложного. То есть я читаю слово по-латышски, вы за мной повторяете, и потом просто следует перевод. Ну, а потом уже возьмите страдочку и раскидайте по столбцам. Пенс – молоко, креслс, стул, ледушкапис, 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 кефирс, кефир, галц, столб, конфектес, конфети, клейта, платье, майзе, хлеб, жакете, пиджак, путраеми, крупы, тостерс, неожиданный поворот событий – это тостер. Я, кстати, видела тоже вариант тостерис. Ну, и так, и так, да? Но я думаю, корень слова не меняется, мы и так, и так поймем. Узвалкс, мужской костюм, сварки, юбка, голта, кровать, скапис, шкаф, как классайте, галстук, тв, наверное, имеется в виду телевизорс, радио, вот, кстати, слово, которое не принадлежит, по сути, ни к одному склонению, потому что на о, у нас, ну, в латышском языке, слово-то иностранное, вы понимаете, радио, оно ни к одному и шести склонению не принадлежит и не склоняется. Однако слово мужского рода, например, если у меня красивый радио, ну, по-латышски так получится, да, мадышская эстрада, я вам не делаем из него девочку. Глудеклес, утюг, диванс, диван, да, диван. Окей, следующее задание. Септы не дил десметвенц. Иерекс ты отбил с того, что голодный. Впиши соответствующее окончание. И здесь, ребята, мы занимаемся чем? Аккузативом, конечно, моим любимым. Почему? Потому что у нас структура предложения такая. Мы говорим, я дарю кого что. Я дарю кого что. Я дарю ручку, я дарю свечку, я дарю телефон, я дарю аппарат, я могу, я дарю фотоаппарат, я дарю диск и так далее. Да, это все, винительный падеж, полностью, акузатив. Давайте попробуем. В этом задании, конечно, такой момент, что, видите, здесь просто дана основа слова и просто пропущено окончание. То есть нет такого, что, например, в скобочках написано, как оно будет в именительном падеже. Ну, то есть идея такая, что вы уже должны знать, как же это слово, на что оно заканчивается. Вперед. Эздавину грамоту. Да, потому что грамота четвертое склонение. А грамоту. Эздавину полкстеней. Да, потому что полкстеней это второе склонение. Если у вас еще немножечко не до конца закрепился акузатив, самый момент взять в руки табличку и внимательно на нее посмотреть. Как мы учим окончание? Сначала мы понимаем, когда же надо их ставить. Ну, вот, например, то, что я уже несколько раз повторила, структура предложения нам об этом говорит. Я подлежащая, что делаю, дарю, сказуемая. И теперь то, тот объект, на который направлено мое действие, дарение, книгу, очки, часы и так далее. Этот объект всегда в винительном падеже, всегда в акузативе. Та-да! Ну, так вот, это первое. Понимаем, когда. Концептуально. Второе. Умеем в табличке найти правильное накончание. Например, грамота, четвертое склонение, акузатив грамоту. Полкстеней. Второе склонение, акузатив полкстеней. То есть умеем это найти. А со временем потихонечку эти окончания будут абсорбироваться. Например, смотрите, слово грамота заканчивается на а и слово пилцполва, ручка, тоже заканчивается на а. Поэтому я надеюсь, что со временем, например, вы в начале задания посмотрели, а грамота на а значит у, а второй раз вам уже смотреть не надо. И таким образом мы потихонечку запоминаем все. С другой стороны, приглядитесь вот сейчас так внимательно-внимательно к единственному числу, к единственному числу акузатива. Какие два окончания там возможно? Правильно, либо у, либо и. Вот и все. Более того, 70% случаев будет у. Если совсем сомневаетесь, ставьте у. Но ничего другое. Это единственное число. А что у нас во множественном? Да, для женского рода и именительный и акузатив идентичны, а для мужского там для всех трех склонений и окончания ус. Все. Окей, ну давайте, издавину свечес. Видите, здесь две даты, буквки были пропущены и имеется видом наушниче. Слодирую свечки. Издавину свечес. Издавину пилцпаллу. Издавину мобилу талруни. Дапа там у что он талрунис. Второе. Издавину фотоаппарату. Издавину музикас диску. Super. Издавим 7.22. Пасвитро отбилзтошу варду форму. Пасвитро, то это патчеркнусь. Патчеркни соответствующую форму слову. На что мы ориенцируемся, конечно, на того, кто делит действие. То есть глагол, форма глагола у нас управляется исключительно тем, кто делает действие. Это либо я, либо мы, либо, ну, понимаете, он, она, они. Да, у нас есть варианты. Смотрим. Что я сделаю? Я всего лишь прочитаю эти все предложения с правильным вариантом. Однако, я советую вам сейчас остановить запись, сделать сначала это задание самим, попытаться всячески понять, вникнуть, да, а потом уже посмотреть вместе. И, конечно, стандарт, я читаю одно предложение, вы его тоже повторяете. Правда? Давайте. Эгилам vakар биja dzimšanas diena. Мэс виņам уздавинājām куцэну. Рит петлина. 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 Получилось? Парочка комментариев. Кто такой Кутенс? Щенок. Вот это интересное слово. Мы привыкли к тому, что юбилей, но это, наверное, какая-то круглая дата. Я думаю, что, например, если ребенку 10 лет, то это тоже не сильно называют юбилеем. Юбилей там 50-60 обычно, или там юбилей свадьбы тоже 50 лет. Ну, свадьба может быть и 10, конечно, лет. Но обычно мы не привыкли говорить, что дети, да, классы, да, школьники идут на юбилей. В латышском языке это абсолютно нормально. Более того, слово юбилей, юбилея, используется синонимично слово день рождения. То есть не факт, что они 10 лет, да, какая-то круглая дата, там, или 15, неважно, они могут просто идти на день рождения, да, вот так. Следующее слово миль летыня. Честно признаюсь, я не помню, когда я последний раз его слышала или использовала. Здесь все понятно, в принципе. Лето это вещь, летыня это типа вещичка, и миль что-то милый. То есть миль летыня это что-то а-ля сувенир, не имеющее сильно большой материальной ценности, но, наверное, очень-очень ценно в глазах дарителя, и мы надеемся, что получательно. То есть какая-то милая штучка. Миль летыня. Опять-таки, не помню, когда я в последний раз такое говорила или хоть где-то слышала. Если вы где-то слышали, пишите комментарии, в каком контексте это было. Следующее. Вот здесь. Почему я выбрала будущее время? Потому что у нас есть в предыдущем предложении четкий маркер будущего времени. Через неделю у ойера выпускной. Хотя здесь не используется глагол будущего времени. Ир. Так же, как и по-русски. Можно сказать, через неделю у него будет выпускной или через неделю у него выпускной. Ну, то бишь, есть выпускной. Да, можно и так, и так. По-латышски будет либо ир, либо бус. Однако, очень четкий маркер. И здесь я хочу вас немножечко предупредить. Хотя в нормальном живом языке мы можем сказать и пецнеделес и рейзлайдумс, и пецнеделес бус из лайдумс. Если вы сдаете экзамен, и вы видите один из маркеров будущего времени. Пожалуйста, если вдруг вам нужно вписать глагол в правильной форме, то тогда не ведитесь на то, что в разговорном языке можно и так, и так. Нет. Понимите, что если есть маркер будущего времени, мы обязаны поставить глагол в будущее время. То есть, скажем так, для экзамена вот это предложение правильно будет звучать так. Пецнеделес, оярам бус из лайдумс. Ну и последнее задание. Составь предложение из данных слов и запиши. Если хотите, остановитесь сейчас. Нажимаем на паузу, делаем это упражнение в своей тетрадке, в своей книге, в своей распечатке, а потом возвращаемся ко мне. Дело в том, что упражнение очень хорошее. Здесь уже слова даны в правильной форме, то есть ничего менять нам не надо, нам нужно только их поставить в правильном логичном порядке. И вот с одной стороны, порядок слов не допустим как в английском, немецком, где все очень четко, там подлежащее сказуемое на своем месте и никаких вариантов. Даже есть, например, в английском правила о том, в каком порядке должны идти прилагательные. Вот. В латышском, как и в русском, в этом отношении довольно свободно. Однако, давайте посмотрим на самое последнее предложение и поймем, какая же у нас разница в зависимости от того, как мы поставили слова в каком порядке. Смотрите, у нас есть слово мэс, пар, улдым, латтым, но, прикандавану, пецием. Ну, то есть идея, что мы за улдысу латы купили подарок пять. Ну, идея типа такая, что мы купили подарок улдысу за пять латов. И смотрите, если я говорю, что мы купили подарок улдысу за пять латов, то вы сразу уже чувствуете, что центр, как бы центр моей идеи, то, что я хочу вам сказать, это то, что мы всего пятерочку потратили на улдысу. Правда? А если теперь другое предложение. За пять латов мы купили подарок улдысу. Согласитесь, тут уже не пять латов в центре внимания, а то, что это подарок улдысу. Ну, например, вы мне дали пять латов, евро, не знаю, чего угодно, песо, я их как-то потратила. И вы спрашиваете, Лена, денежки где? За пять латов я купила подарок улдысу. Понимаете? Или же мы можем еще немножко поменять предложение, и уже в зависимости от того, что мы выделяем, часто тоже голосом, будет зависеть то, что мы, собственно, хотим сказать. Тут все решает контекст. Поэтому давайте сначала посмотрим на последние три предложения. В латышском языке действует такое правило, что самое важное, то бишь новая информация, та информация, которая нам важна, то есть та информация, которая должна выделяться, она должна стоять в конце предложения. Читаем. Повторяем, повторяем. Вне зависимости от того, какая будет у вас интонация. Кстати, интонация может меняться в зависимости от того, из какого региона Латвии вы. Ну, со временем уже будете говорить чисто по-латышски, поэтому может отличаться по регионам. Да, в некоторых регионах будет даже в утвердительном предложении какая-то немного такая более повышенная интонация, а в некоторых регионах по-другому, поэтому тут вообще не напрягайтесь, это неважно. Но сам факт, что парпетиям латэм у нас стоит в самом конце, означает, что именно тот факт, что мы всего пятерочку потратили на улдеса, очень важен. Следующий вариант. Мишноперком даавану улдем, парпетиям латэм. А что здесь? Я же всего лишь поменяла улдем даавану и даавану улдем. Да, оба предложения, в принципе, означают то, что пять латов самое главное, но здесь все-таки, когда мы говорим мишноперком улдем даавану, да, мы еще раз, как бы, получается так, что тот факт, что нужно было покупать улдесу подарок, это как бы известный факт. А здесь мы купили подарок улдесу за пять латов. То есть, видим, в зависимости от того, как мы ставим предложение, мы больше выделяем одно из слов. Да, самое главное в самом конце. Но даже вот здесь вот разница будет немножечко выделять что-то другое. И опять-таки все контекстуально. Ну и плюс, ребят, сильно не заморачивайтесь, согласитесь сами, что когда мы с вами просто общаемся, то, ну, как сказать, все равно нет такого, что мы каждое слово отдельно выделяем, да, для того, чтобы понять смысл. Мы в общем и целом воспринимаем смысл. Я же, например, прежде чем давать самому вот, например, сейчас объяснение, да, на русском языке, нет такого, что я каждое слово изначально прописываю, сижу и долго думаю, а что же из этого будет более важным, и вот надо бы это поставить в конец. Нет, в конце концов вы будете говорить весьма естественно. Для того, чтобы начать говорить весьма естественно, вам нужно слушать естественную речь. Это первое, что нужно делать. Поэтому, если у вас есть друзья латыши, родственники латыши, и приглашайте их почаще в гости, пускай они разговаривают за столом, вы внимательно слушаете. Окей. Ну и остальные фразы сделайте их сами, а потом мы вместе прочитаем, да? Окей. Как обычно читаем, повторяем. ТИРЗНЕЦИБАЦИИ ПОДПИЗНЕЦИ ВОИИИ ПОДПИЗНЕЦИ Ну и последнее, небольшая домашечка. Давайте прочитаем это задание. В музыкальном магазине у нас будет этот диалог. Ну, давайте подумаем, что мы могли спросить и как ответить. Купим какой-нибудь инструмент, например, гитару. Можно сказать, я хотела бы купить гитару. Нам ответят, например, для какого возраста, правильно, если я правильно помню, гитары по размеру отличаются. А, еще же есть разные гитары. Точно есть же еще, очевидно, акустические и какие-то еще. Если вы разбираетесь в музыке, вы знаете, это лучше меня. Поэтому попробуйте в музыкальном магазине что-то купить. Если вообще не разбираетесь с инструментов, давайте просто диск какой-нибудь купим. Да-да, я знаю, уже немножко несовременно. Мы обычную музыку теперь скачиваем откуда-то, но представим себе, что вы еще олдскул, и у вас есть диски. Или, может быть, пластинки. Это сейчас опять в топе. Пластинка это плате. Плате. Поэтому покупайте пластинку с записью любимого исполнителя.